Всем привет! В этом видео я расскажу о нескольких способах поиска и удаления дубликатов файлов на жестком диске компьютера или ноутбука. При активном использовании ПК, таких файлов может скопиться достаточно большое количество. Вы можете даже и не знать о наличии дубликатов файлов, но они будут занимать место в вашем компьютере. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. У любого из нас на диске со временем скапливаются дубликаты файлов. Файлы в загрузках, которые скачивались несколько раз, одинаковые фотографии и музыкальные композиции, лежащие так глубоко, что до них просто не доходят руки, пока не понадобится освободить место на диске. Теоретически, вы можете избавиться от всего этого и вручную. Но иногда это совсем не просто, да и специальные программы, которые ищут одинаковые файлы, делают это намного эффективнее. Как вы уже, наверное, поняли, в данном видео рассмотрим инструменты для поиска и удаления дубликатов файлов. Условно, программы для поиска и удаления дубликатов файлов по своему функционалу можно разделить на несколько типов. Универсальные, которые поддерживают поиски и удаления всех или нескольких форматов файлов. То есть, фото, видео, музыкальные файлы и так далее. Программы для поиска дубликатов файлов музыкального формата. MP3, WAV, WMA, FLUG, AIF, APE, AAC и так далее. Для поиска копий картинок и изображений. JPEG, PNG, RAW, TIFF, BMP, GIF и так далее. Для поиска дублей фильмов и видеороликов. AV, MPEG-4, WMA, WMV, MOVE и так далее. Универсальные инструменты, конечно же, будут предпочтительные. С них и начнем. CCleaner. Да, вы не ослышались. У всем нам известного CCleaner, оказывается, есть и такая функция. Это очень популярная программа-чистильщик, которая установлена, наверное, у каждого. Да, он может не только искать системный мусор и очищать историю и куки с браузеров, но и убирать дубликаты файлов. У программы есть бесплатная версия. Скачайте ее с официального сайта и запустите. Перейдите в меню сервис, поиск дублей. Перед началом поиска дублей вы можете настроить критерий, по которым программа будет сравнивать найденные файлы. Доступны на выбор имя, размер, дата и содержимое. Также можно настроить, какие файлы нужно пропускать, в каких папках осуществлять поиск, а какие исключить из него. Для примера, я скопировал один и тот же файл в несколько папок и произвел анализ с помощью CCleaner. Программа нашла все экземпляры этого файла. В окне с результатами поиска я могу отметить ненужные копии файлов и удалить их. Оставлю только ту, что находится в нужной папке, а с других удалю. При этом, обратите внимание, нельзя для удаления отметить все копии. Одна в любом случае останется неотмеченной, чтобы вы случайно не удалили последний экземпляр. Меня все устроило, только очень не хватает возможности предварительного просмотра обнаруженных дубликатов файлов. В программе виден только путь к файлам, и есть возможность перейти в папку с файлом, если нужно его просмотреть или идентифицировать. Дуб Гуру. Эта программа ищет файлы как с одинаковыми или похожими названиями, так и с идентичным содержимым. Хорошо работает с музыкой и может отыскивать одинаковые музыкальные файлы, даже если у них разные теги. Кроме того, Дуб Гуру умеет сравнивать изображения, чтобы найти не только одинаковые, но и просто похожие фотографии. Есть версии для Mac и Linux, и для Windows. Ее можно загрузить с официального сайта. Она в открытом доступе. Интерфейс простой и интуитивно понятный. Достаточно запустить программу и выбрать режим ее работы. Доступны три варианта. Стандартный режим, поиск музыки или изображений. Для каждого режима есть свой набор типов поиска. После этого добавьте несколько папок или дисков, которые вы хотите просмотреть, и нажмите кнопку сканирования. Сканирование займет какое-то время, в зависимости от сканируемого объема. После чего вы увидите список дубликатов файлов, и затем вы сможете легко выбрать и удалить ненужные файлы. Программа находит огромное количество файлов. Вот, например, несколько специально созданных мной дубликатов. Программа нашла все экземпляры этого файла. Синим шрифтом выделены оригиналы, с точки зрения программы. Их удалить программа возможности не дает. Выделите обнаруженные программы и дубликаты, и нажмите кнопку действия, и выберите, что вы хотите с ними сделать. Скопировать или удалить. Интерфейс у Dubguru так себе, но результат работы программы удовлетворительный. Предварительного просмотра обнаруженных дубликатов файлов нет, в программе виден только путь к файлам. SearchMyFiles – еще один бесплатный инструмент с функцией поиска файлов, который, помимо прочего, может удалять дубликаты. SearchMyFiles обладает гибкими фильтрами, так что вы можете настроить поисковую выдачу так, как вам угодно. Кстати, ссылка на страницы всех описанных в данном видео программ будут в описании. SearchMyFiles не требует установки. Достаточно скачать программу с официального сайта компании Нирсофт, разархивировать и запустить. Сразу же откроются два окна программы. Основное и окно установки опций поиска. Есть один нюанс. По умолчанию программа англоязычная. Для изменения интерфейса на русский или любой другой язык, нужно скачать с официального сайта Inifile с языком и поместить его в папку программы. Программа изначально предназначена для поиска файлов, поэтому для поиска именно дубликатов выберите режим поиска «Поиск дубликатов». Укажите папку или диск для поиска. Исключите ненужные папки, если нужно. Можно указать необходимые маски для папок и файлов, если вы ищете какие-то конкретные. Или исключить их. При желании можно указать размер искомого файла и глубину папок, его атрибуты, время создания или изменения. Нажмите ОК и программа запустит поиск с дубликатов. Признаюсь честно, после установки SearchMyFiles я подумал, что это очередной инструмент с устаревшим интерфейсом. Но программа мне понравилась. Результат поиска отображается в основном окне программы, каждый файл подсвечивается другим светом, а его дубликат таким же. Очень удобно. А еще меня удивило количество отображаемых программой атрибутов. Здесь есть все, что вам может понадобиться. AllDAV. Среди преимуществ еще одной программы AllDAV можно отметить русскоязычное меню и полностью бесплатную работу в течение любого периода времени. Кроме того, производитель выпускает еще и портативную версию для того, чтобы искать копии на тех компьютерах, на которых запрещена установка постороннего ПО, например, на рабочем ПК. Для поиска дубликатов запустите программу. Меню настроек достаточно обширное, но интерфейс программы понятен. Выберите папку для поиска дубликатов файлов. Можно выбрать из предлагаемых или добавить другую. Установите метод критерий поиска, параметры поиска, удобная функция поиска в архивах и образах. Установите фильтр файлов по типу или размеру файлов и фильтр папок. А также укажите форматы файлов для предварительного просмотра. В меню предпросмотр указаны типы файлов, которые возможно посмотреть в окне предварительного просмотра. После нажатия кнопки поиск запускается поиск дубликатов. В результате AllDub отобразит перечень файлов, у которых обнаружен дубликат. Рекомендую отсортировать их по размеру. Каждый найденный дубликат можно просмотреть, не закрывая приложение. А при обнаружении копий, ее можно не только удалить, но и переименовать или перенести в другое место. Хорошая программа. Как видите, универсальные программы для поиска дубликатов файлов работают по похожему принципу. Их много, и мы, конечно же, все их рассматривать не будем. Давайте лучше рассмотрим хотя бы по одному представителю программ для поиска дубликатов аудио, фото и видео файлов. У них есть свои своеобразные фишки. Программа для поиска дубликатов аудио файлов Duplicate Music Remover Free Duplicate Music Remover Free Это несложный инструмент, будет полезен прежде всего тем, у кого на жестком диске ПК хранится большое количество музыкальных композиций. Как вы можете понять из названия, программа бесплатная. И ссылку на нее я оставляю в описании. После запуска программы вы увидите предельно простое меню. Утилита позволяет искать не только абсолютно одинаковые дубли музыки, но и похожие музыкальные композиции. Для этого программе предусмотрен поиск похожих песен по музыкальным тегам. В этом случае будет производиться поиск дубликатов музыкальных композиций с одинаковым названием, с одинаковым исполнителем или с одинаковым названием альбома. При этом можно выбрать либо один из этих критериев, либо несколько, например, дать программе команду искать копии песен одного и того же исполнителя, имеющие одинаковое название. Данное приложение позволяет удалять дубликаты практически всех распространенных аудиоформатов. Причем пользователь имеет возможность указать формат музыкальных файлов, среди которых будет производиться поиск дубликатов. Например, можно искать только дубликаты песен в формате mp3. Дальше указываем директорию поиска, а при желании размер искомых дубликатов. И нажимаем старт. В результате дубликит Music Remover Free отобразит обнаруженные дубликаты файлов в закладке «Результаты поиска». Причем обратите внимание, я специально изменил название копии файлов, а программа их все равно обнаружила. Достаточно выделить файлы, которые нужно удалить, и нажать «Действие» – «Удалить» или переместить в папку, если нужно. По-моему, здорово. Ersom Duplicate Photo Finder – бесплатный инструмент для поиска дубликатов фотографий и изображений, который не идеален. Но если вам необходимо почистить диск или папку от одинаковых фотографий, то его простота – это именно то, что нужно. Интерфейс здесь на английском, но он настолько прост, что разберется в нем каждый. Запустите программу и с помощью кнопки «Плюс» укажите нужный для поиска каталог или несколько каталогов. После этого нажмите «Start Search» и по ним начнется поиск. Опция «Scan Subdirectories» по умолчанию включена и отвечает за поиск под папках. В настройках программы вы можете задать соответствие в 100%, если вам нужны исключительно абсолютно одинаковые фотографии. Самих настроек, как видите, немного. Пожалуй, самое печальное, что работает программа всего с пятью основными форматами – BMP, JPEG, PNG, GIF и TIFF. Но для среднего пользователя этого будет достаточно. Со своими задачами программа справляется, находя как весьма похожие, так и чуть более отличающиеся между собой картинки. Неплохой и простой инструмент. И последняя в данном видеопрограмма – для поиска и удаления дубликатов видеофайлов. Программ именно такого функционала немного, в основном все говорят о Duplicate Video Search или Video Comparer. Но программы платные, а их бесплатные версии очень ограничены и, как мне показалось, не подходят для обычного пользователя. Поэтому методом проби и ошибок я пришел к выводу, что очень удобным инструментом для поиска и удаления дубликатов видеофайлов будет программа, которая несправедливо не попала в данный список – DuPKiller. Программа бесплатная и многофункциональная. Она хорошо себя показала в поиске дубликатов файлов видеоформата. Итак, запустите программу, и она отобразит вам список доступных дисков. Выберите тот, на котором планируете искать дубликаты. Теперь перейдите в настройки поиска и нажмите напротив меню «Сравнивать тип» кнопку «Настроить». Здесь пропишите тип искомого видеоформата файлов. В моем случае это MPEG-4. Обязательно отметьте функцию «Сравнивать содержимое» и «Использовать плагины». В настройках плагинов отметьте их галочкой, если вы не уверены, что искомые дубликаты видеофайлов имеют одинаковое название. Так DuPKiller будет искать файлы также и по содержимому. Остальные настройки можно оставить без изменений. Нажимаем «Сканировать». После завершения сканирования программа отобразит список обнаруженных дубликатов файлов, их названия и пути к ним. Как видите, некоторые дубликаты имеют не одинаковое название. Если вы хотите убедиться, что файлы действительно идентичны, просто кликните на нужном, и его воспроизведение запустится. Здесь также видно объем файлов и дату изменения. Программа однозначно достойна внимания, не только для поиска файлов видеоформата. На все описанные видеопрограммы ссылки будут в описании. Все инструменты бесплатные и есть в свободном доступе на официальных сайтах. На этом все. Надеюсь, вы с помощью этого видео очистите ваш компьютер от дубликатов файлов. Если будут возникать вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.